здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале кто не знает мне через несколько месяцев будет 40 лет это видео будет посвящено тому моему опыту уникальному удивительному я уже примерно 9 лет не пользуюсь никакой уходовой косметикой ни кремы не маски не сыворотки ничего я не применяю и не пользуюсь также никаким тональным кремом bnb кремом никакой основой который так или иначе выравнивать цвет лица зрители которые смотрят мой канал регулярно знают что я очень часто записываю влоги из машины где невозможно пользоваться лампой которая светит тебе в лицо который используют многие блогеры и делает твою кожу комфор фарфоровой и эту лампу я никогда не приобретала никогда не покупала максимум что я делаю и именно поэтому часто моя кожа действительно выглядит очень красивой фарфоровой как сейчас например я сажусь максимально близко к окну и соответственно многие кто подписан на мой канал давно знают какая у меня кожа на самом деле и знаю также что я не действительно не использую никакие средства выравнивающий цвет кожи хотя иногда наверное стоило бы это сделать в особенности когда я записываю бьюти контент какой-то фэшн контент и так далее сегодня я накрашена но повторюсь кожа моя ничем не покрыта для зрителей которые недавно на моем канале хочу сразу сказать что я буквально две недели назад поставила ботекс поставила его зону вокруг глаз и мне были также рекомендованы другие процедуры о них я рассказывала кстати потом мне многие стали писать я на теперь у тебя лицо какое-то отекшее не знаю мне так не кажется и многие стали писать ты постоянно носишь волосы у лица именно поэтому ты скрываешь изменения в своем лице сегодня волосы я полностью убрала а что наверное тоже непривычно не только для меня но и для моих зрителей которые привыкли меня видеть с моей прической которая действительно закрывает мне часть лица и так я сделала ботекс и планирую следующую свою следующие свое посещение доктора сделать также некую коррекцию вот здесь над верхней губой обязательно посвящу этому отдельное видео но повторюсь зрители которые смотрели видео о тех процедурах которые мне показаны знают примерно о чем шла речь и видео что я сделаю с губой либо не сделаю она выйдет когда я непосредственно что-то сделали бы не сделал с губой это же видео действительно посвящено тому что на мой взгляд я являюсь примером того что можно отказаться от любой уходовой косметики и если уж не выглядит лучше зачастую лучше сейчас я объясню почему чем твои сверстницы которые вливают огромные средства в приобретение уходовой косметики тратит огромное время на то чтобы эту косметику правильно и корректно наносить можно выглядеть и получать например то же самое результат а зачастую действительно выглядеть гораздо гораздо лучше как случилось со мной я совершенно точно помню свою кожу а так называемую т-зону склонную к жирности и как эта проблема совершенно ушла но для начала немного предисловие я как и любая женщина возлагала огромные надежды на уход за собой мне казалось что для того чтобы сохранить свою молодость и красоту современной женщины есть так много средств как наверное не было никогда ни у одной женщины до нас и соответственно я была этому очень рада рада что жену в такое время когда и новые сыворотки изобретаются и новый крем тебе предлагается из месяца в месяц и ты вся такая увлажненная напитанная и не стареющие можешь очень долго существовать я сказал также о том что раньше я тратила 500 евро в месяц на покупку уходовой косметики за месяц я не расходовала всю косметику которая покупала но что то что называется что заканчивалось мне нужно было каждый месяц докупать вот это все что-то всегда выливалось 500 евро в месяц я пользовалась на тот момент когда я полностью отказалась от уходовой косметикой от уходовой косметики косметикой сислы до этого я пользовалась сел космет ее в италии просто не продавали до этого я покупал ее всегда в москве в цуме а в италии я ее не нашла и перешла на сислы и частично пользовалась La Perie, если не ошибаюсь, правильно произношу эту марку, но основной ход у меня все-таки был сислый, я до сих пор помню, как выпустили крем, он стоил, по-моему, в районе 300 евро, это был крем сислый, который обеспечивает какую-то гидро-напитанность 24 часа в сутки, я купила этот крем и подумала, о боже, как хорошо, что я нахожусь среди тех женщин, которые могут себе позволить покупать крем за 300 евро, потому что если нет, остается только состариться, вот такая моя мысль была. Что произошло потом? 31 год, я забеременела вторым ребенком и носила его очень тяжело, на самом деле еще тяжелее я носила третьего ребенка, у меня был очень сильный токсикоз, я практически не могла передвигаться, ни на каком виде транспорта меня очень сильно укачивало, и меня раздражали все запахи. Именно тогда в мою жизнь, кстати, вошли эфирные масла, потому что единственное средство, которое убирало у меня хоть как-то токсикоз, это было эфирное масло лимона, вот до сих пор я помню, как я его наносила сюда и вот так вот передвигалась по городу, по булочной, потому что меня раздражали все запахи, и некоторые запахи я не переношу до сих пор. Поэтому косметика, казалось бы, сисла, она не обладает какими-то явными запахами, но тем не менее тоже меня раздражала. Именно, кстати, тогда я отказалась от зубной пасты, об этом тоже очень много видео на канале, как я заменила ее самобычным кокосовым маслом, сейчас я защищу зубы соды и прекрасно чувствуют себя мои зубы, но об этом, наверное, тоже нужно записывать в другое видео, потому что многие пришедшие на мой канал пришли сюда из-за стрит-стайла и не знают, что раньше я очень много видео записывала вот такого лайфстайла, скажем так, характера, потому что многие мои зрители просили меня рассказать и поделиться вот такими необычными моими находками, которые связаны прежде всего с моим личным опытом. Так вот, все получилось очень просто, у меня был очень сильный токсикоз, 31 год, когда я носила своего второго ребенка, и я не могла ничем пользоваться. Плюс я с самого утра себя очень плохо чувствовала, и не было у меня ни времени, ни желания, даже если токсикоз чуть-чуть отпускал, накладывать все это и намазывать, потому что тогда у меня был уже один ребенок, достаточно маленький, 6 лет, и нужно было в школу провожать, и в школу встречать, уроки делать, живот растет, и, в общем-то, не хотелось мне мазать на себя ничего. Когда родился мой второй ребенок, я подумала, ага, сейчас-то я омоложусь хорошенечко. И, кстати, тогда я и поняла и узнала, что в Италии невозможно ни уколоть ботокс, ни гиалуроновую кислоту, вообще делать какие бы то ни было процедуры, ни в момент беременности, ни в момент даже лактации, даже в момент лактации, внимание, нельзя делать лазерную депиляцию, лазерное удаление волос. Соответственно, я поняла, что я буду пользоваться тем, что наносится, тем, что не запрещено, это кремы, но ребенок родился летом, летом была жара потрясающая, я до сих пор помню, как я все это на себя намажу, а потом все это у меня к полудню уже вот так вот стекает, стекает, потому что габрюшечка родился в июне, соответственно, июнь, июль, август, очень жарко. Я помню, в августе стояла такая жара, которая не повторялась вот с тех пор никогда, ни разу. И я поняла, что я делаю бесполезное, я трачу свое время на то, что потом с меня просто стекает и не успевает там ни впитываться, ни защитить меня никак. И я отказалась, то есть сначала от того, что мне было лень и тошнило постоянно, я не наносила крем, а потом я отказалась просто потому, что с меня все это стекало, я поняла, что это бесполезно. А потом, когда ребенок повзрастел, было уже 4-5 месяцев ему, я поняла, что у меня просто нет сил все это на себя намазывать, я очень сильно устаю, у меня нет времени обновлять мою косметику, покупать ее, потому что времени на шоппинг не было, какой бы то ни было совершенно. Тогда я еще, кстати, не пристрастилась к интернет-шоппингу, которому сейчас очень доверяю, и те же самые продукты можно купить в том же самом магазине, только в версии онлайн. Соответственно, из, скажем так, ситуации, когда у тебя нет времени что-то купить, на данный момент уже почти 9 лет спустя можно выйти достаточно легко и просто. Но тогда все было несколько иначе, соответственно, я, в общем-то, отказываюсь уже по этой причине от уходовой косметики. И что происходит? Я в определенный момент замечаю, что у меня совершенно уходит одна единственная проблема, которая меня мучила очень-очень долго. Это так называемая выраженная Т-зона. У меня был очень жирный лоб, у меня был очень жирный нос и очень жирный подбородок. И я помню, рассказываю в каждом видео этот ужасный случай. Многие добрые зрители за меня, за этот случай меня подстегивают до сих пор на канале. Но я рассказывала, что я вот, знаете, такие карточки берешь, в любом магазине они даются, визитки, визитки. И ты придешь куда-нибудь и вот так вот соскоблишь, вот я клянусь, сейчас многие себя узнают, почему ты вот тут клясс, соскоблишь, вот так вот соберешь. Я вот так смотрела, потом думала, боже мой, вот как можно столько за два часа выработать кожного жира, кожного сала? Вот меня это удивляло. Я в каждый ресторан приходила. Первое, что я делала, это промакивало лицо салфетками, вот, ну, которую тебе дают, которую нужно по этике постелить на колени. Я вот так вот промакивалась, потому что очень жирная была у меня Т-зона, очень жирная выраженная. И эта проблема полностью ушла. То есть я ничего не вела, она полностью ушла. Но также, также одномоментно произошел вот такой интересный момент, одномоментно со мной случился. Еще когда мы жили в России, мне педиатр дал совет купать ребенка, купать ребенка в ромашке. То есть разводить в ванночке, в которой купается ребенок, два-три стакана крепко заваренной ромашки. Родители, большой вам привет, сейчас они вспомнят, как они возили мне килограммами ромашку из России. И, соответственно, это позволяло действительно, кожа у ребенка прям-таки восстанавливалась, никаких покраснений, ничего. И что я делала? Я помню, это хорошо, было очень жарко, повторюсь, вот в августе была какая-то жара. Ты искупаешь ребенка в этой ромашке, в этой маленькой ванночке, все, ты спать его уложишь, он чистый, там у тебя есть час до того момента, когда тебе нужно, когда ребенок проснется, тебе младшего нужно ужином кормить. Вот у меня был какой-то час, у меня иногда не было времени даже просто в душе ополоснуться. Я приходила туда, где стояла эта ванночка, перекидывала голову и просто не мою волосы, освежала вот так голову, выливая себе всю эту охлажденную воду с ромашкой на голову. У меня тогда волосы стали себя по-другому чувствовать и вести. И я заметила, что кожа лица у меня стала меняться в лучшую сторону. Вот когда вы пользуетесь ромашкой, если вы заварите ее, а это трудоемкий процесс, он потребует от нас, самой организации, дисциплины, самодисциплины. То есть ромашку нужно заварить каждые три дня, чтобы протирать ее лицо как лосьоном, потому что она портится даже в холодильнике достаточно быстро. Но вы сразу увидите, что ваша кожа вот другая. Кстати, вместо ромашки можете использовать самый обычный чай, тоже протирать тампоном. Но на самом деле это уже история для отдельного видео, какие натуральные уходы действительно работают очень-очень хорошо. Кстати, маска из помидоров очень хорошо работает. Натерли лицо помидором несколько раз. Вот он подсыхает, вы трете, трете, ну в течение 20 минут, наверное, обновляя эту маску. Потому что наложить на себя помидор очень сложно. Вы поймете, какая у вас потом мягкая-мягкая кожа. И, в общем-то, вот таким образом я была вынуждена, вынуждена, это не был мой выбор осознанный, отказаться от уходовой косметики. И потом, так получилось, волею небес я обнаружила, что я жду третьего ребенка. И вот тут я поняла, что, Яна, либо ты состаришься, пока все твои подруги молодеют, либо тебе нужно что-то делать. И я пришла к лицевой гимнастике. То есть к лицевой гимнастике я пришла несколько позже, чем случился отказ от уходовой косметики. Я начала делать упражнения. У меня много на канале видео о лицевой гимнастике. И также, внимание, последнее видео, которое я выпустила о лицевой гимнастике, было посвящено упражнениям, которые мне навредили, которые мне заформировали морщины. И это очень важно быть начеку с лицевой гимнастикой. Вот на самом деле понимать, как она работает, и понимать, что можно навредить себе, действительно, заформировав. Здесь где-то разгладив, а где-то заформировал. То есть нужно очень осознанно подходить к лицевой гимнастике, изучать огромное количество материала. Делаю ли я лицевую гимнастику сейчас? Нет, практически не делаю. Не потому что я не верю в нее, потому что у меня нет времени, и потому что я более эффективным для себя в своем возрасте нахожу как раз-таки массаж. Вот массаж я делаю так, как я показала. Несмотря на то, что у меня ботокс, я делаю очень эффективный, очень интенсивный массаж. И многие мне уже лет пять назад... Нет, пять назад не существовал мой канал. Многие года три назад, вот три года почти канал, как я стала показывать свой массаж, мне писали, Яна, ты растянешь себе кожу, и у тебя все пообвиснет и так далее. Но прошло три года, и моя кожа в прекрасном состоянии, действительно, для почти сорокалетней женщины. И могу сказать, что я ни в коей мере не пожалела и не пересмотрела свои взгляды относительно интенсивного массажа. Я очень люблю массаж именно мячом для гольфа, но это может быть любой мяч, потому что он на самом деле позволяет не особо растягивать, но очень хорошо прорабатывать этот массаж. Я показывала. И вот эту часть я прямо-таки до сих пор оттягиваю, растягиваю, и прямо-таки вот именно нижнюю часть, соответственно, все-все я делаю, как я показала, так я и продолжаю делать. И, кстати, я не боюсь, что у меня разойдется ботокс чуть быстрее, чем, возможно, он мог бы продержаться, если бы я этого не делала, потому что от ботокса я жду именно вот этого, допустим, трехмесячного, шестимесячного расслабления. Из-за того, что кожа здесь не будет собираться, это уже будет большой подспорье к тому, чтобы морщины, заломы не формировались. Потом, я, как и говорила, я долгое время буду без ботокса, потому что должны работать мышцы, чтобы они не провисали, чтобы они не атрофировались. Мышцы должны работать, об этом мне сказал сам доктор, который колет ботокс. Соответственно, все вот об этом видео. Я до сих пор не пользуюсь никакой уходовой косметикой, но хотела вам показать, где-то я приготовила шла, хотела вам показать то, чем я пользуюсь периодически, потому что постоянно пользоваться этим невозможно. Эти два продукта имеют очень липкий состав, и плюс они обладают, наверное, средней комитогенностью, то есть могут сбивать поры. Поэтому, что называется, по необходимости. Первый продукт, именно его я вам рекомендую, это бипантенол в Италии. Бипантен, возможно, в России. В любом случае, это один и тот же продукт, одна и та же марка, но почему-то в Италии зарегистрирована как бипантенол, торговая марка, наверное, Байбер производитель. А в России зарегистрирован как бипантен. В любом случае, вам потребуется, скорее всего, мазь, потому что, насколько я знаю, в Италии вот только такой продукт. Продукт рекомендован под подгузник ребенку, используется при раздражении. И также в Италии этот продукт рекомендован для раздраженной груди, кормящей матери. Что здесь важно? Здесь важно, что вторым ингредиентом идет ланолин. Именно он нам и нужен. И здесь ланолин идет вторым ингредиентом, возможно, третьим. Это Элизабет Арден. Продукт, который на самом деле и выглядит как ланолин. Насколько я знаю, ланолин, он розоватый такой. Он очень-очень плотный. И, соответственно, наносить его не доставляет никакого удовольствия. Спать в нем очень сложно, потому что это липкий продукт. И, соответственно, особо им не попользуешься, не воспользуешься. Кстати, у кого вот кутикула больная, тоже искренне рекомендую оба этих продукта. Но я знаю, что в России есть еще продукт, который содержит только ланолин. Он тоже продается в отделе. Все для новорожденных, возможно, Миледа называется. Я не помню, не вспомню. Но мне кто-то писал из зрителей. То есть вам нужно ориентироваться на продукт, который содержит ланолин. И ланолин идет на первом, либо на втором месте, ну максимум на третьем в ингредиентах. Вот этот продукт я использую для рук, для губ, иногда для лица. Потому что зимой, если включаешь отопление в машине, моя кожа сразу чувствует и становится более сухой. Вот этот крем-мазь, он выглядит такой белый. И тоже очень его трудно наносить. Нужно небольшое количество, видите, уже прям не выдавливается. Всегда, вся семья использует. Детям под нос, если вдруг у них насморк, или губы обветриваются. На руки тоже. Ну и на лицо вот так нанесешь на ночь. На губы, если нанесешь на ночь, с утра встанешь с новыми губами. Настолько заживляющий эффект. Все это. Это единственная моя уходовая косметика, которую я пользуюсь, не знаю, 20 раз в год, если нанесу. Когда вот опять же период, когда очень холодно, и кожа действительно начинает обветриваться. Кстати, у меня кожа начинает обветриваться, когда становится чуть-чуть теплее, и я сажусь на велосипед. И вот когда едешь на велосипеде в феврале, пару раз проедешься, возвращаешься домой. Кожа действительно сухая и шелушится. И тогда наношу этот продукт на ночь. Ну, можно в течение дня, если дома ты находишься. Просто он липкий, к нему даже волосы липнут не очень комфортно. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.